Одна из ключевых тенденций в мировом судостроении – повышение экологичности судов. В том числе второе рождение переживают парусники. ОСК, как известно, ведет строительство другого типа, казалось бы, забытой речной техники – колесных теплоходов. А к парусным судам не хотелось пересмотреться повнимательнее? Давайте начнем с того, что и колесные пароходы, и все то, что касается паруса, и возобновляемой энергии, для нас это один из таких очень важных элементов обеспечения судовых решений с нулевыми выбросами. Ведь если начнем с того, что это уже не то колесо, которое было почти век назад, и, в общем-то, наверное, и парус будет не точно такой же, который был, я не знаю, наверное, уже 7-8 столетий назад, когда первый раз люди придумали путешествовать под парусом, используя энергию ветра. На сегодняшний день очень многие работают в этом направлении, и норвежские компании, и европейские. Ведь давайте ответим на вопрос прямо, почему вдруг возникла эта тема. Ну, во-первых, из-за того, что стоимость топлива и стоимость банкировки выросла за последние, наверное, 6-8 десятилетий практически в три раза. Это раз. Второе. Остается одной из главных проблем и эксплуатационной характеристики, которые привязаны к стоимости персонала и всех тех систем, которые обеспечивают экономику перевозки грузов. Поэтому для нас, в общем, очень привлекательно вернуться к возобновляемой энергии. При этом, скорее всего, наше решение, оно не будет представлять из себя либо полностью скопированное решение о твердых парусах со встроенными солнечными батареями, и не просто солнечные батареи, расположенные на поверхности. Это, скорее всего, будет некая комбинация. А что касается элементов этих решений, они, в общем, давным-давно уже придуманы. Большинство соревнований всемирного класса по парусному спорту используют автоматические настройки парусов. И в этом смысле это один кусочек технологии. Плюс есть жидкокристаллические гибкие решения, которые могут нам помочь поставить правильные паруса. Кроме того, то, о чем пока не надумались практически никто из наших зарубежных коллег, нашими российскими изобретателями точно так же дает возможность рекуперации энергии ветра и использование ее, опять же, как вклад в экологичность целевого судового решения. Поэтому мы очень внимательно смотрим по сторонам. Мы будем эти технологии либо разрабатывать сами, либо мы их будем приобретать. Но ключевой вопрос был и остается, зачем мы все это делаем. Конечно, ответ на вопрос в том числе лежит и в плоскости недавнего, ну, буквально 3-4 года назад скандала, который случился в Америке. Когда уважаемый концерн вдруг однажды был уличен в том, что он подделывал немножечко настройку двигателя автомобиля, и тем самым это получило название «Дизель-гейт». До сегодняшнего дня, пытаясь оправдаться перед обманутыми американскими потребителями, этот концерн пообещал возить автомобили с нулевыми выбросами через океан. Ну, почему бы и нет. Если они захотят эту работу продолжить и дальше, у нас будет что предложить этим заказчикам.